На суд, как на работу. Активисту Павлу Виноградову к скамье подсудимых не привыкать. Вот уже четыре года, как он устраивает перформансы в знак протеста против самых разных инициатив белорусских властей. В этот раз поводом к проведению акции стали слухи о подготовке указа о 10-процентном налоге на услуги связи. К дверям инспекции по налогам и сборам активисты принесли гроб. Будет вводиться налог на интернет и на мобильную связь. За свою активность Павел уже 19 раз отбывал аресты. Но в этот раз получил штраф. Почти в три сотни долларов. А ведь Александр Лукашенко в своей предвыборной программе 2015 обещал пятилетний мораторий на введение новых налогов. Но через месяц после выборов ввел налог на доходы с депозитов. В государстве денег все меньше и меньше. Надо что делать? Надо откуда-то брать. Людей надо изымать деньги по полной программе. Некуда, в государстве нет денег. Они уже в этом году у нас всех достали. Вы посмотрите, везде в транспорте только об этом речь. Из последних нововведений. Восьмикратное повышение утилизационного сбора на поддержанные автомобили, пригнанные в Беларусь и стран Евразес. Теперь их счастливые обладатели должны заплатить государству до 350 долларов. И это при том, что белорусы уже платят налог на личный автомобиль. А чего стоит знаменитый налог на тунеядство? Платить его должны те, кто не имеет работы. Глава государства тунеядцев видит насквозь. На Лексусах, на ПМВ, на Мерседесах разъезжают, не уплачивая даже копейки эти налоги в государственную казну. В поликлинику, в школу, в детский сад, еще куда-то. Они первыми. Если будет увеличиться кассовый разрыв, то мы увидим и не такие еще находки, как мобилизовать финансовые ресурсы у собственных граждан, либо бизнеса. По мнению экономистов, новые налоги – единственный пока выход для руководства Беларуси. В условиях, когда очередной кредит от России пока не получен, МВФ деньги лишь обещает, а экспорт только по официальным данным за минувший год сократился на четверть. Анна Мызенко, Павел Подобед. Для программы «Настоящее время» из Минска.